Слава Украине! Приветствую вас от Полуанского. Вы знаете, к хору этого рашистского Какашенкова, как его фамилия, который рассказывает, да, сколько он раз уже уничтожил все украинские военно-воздушные силы, военно-морские силы, вообще все уничтожил. Вообще, надо сказать, что про Какашенкова после войны с Россией нужно будет снять фильм в стиле Шварценеггера. Сколько этот чудик уничтожил в одиночку, да, МиГ-29, Су-27, всех перебил. Короче говоря, Рэмбо отдыхает, Какашенкова их не все, да. Так вот, к его хору присоединился Шойгу и запел такую песнь, знаете, бодрячком таким, даже, видимо, не сопохмело, а просто вот, просто потому, что душа у него поет от радости, какая, значит, у него богатая, значит, и зажиточная стала Тыва, и сколько там осталось Тывинцев. Он же, кстати, всех у телевизировал на так называемое СВО. Сейчас туда заедут другие, видимо, мужчинки, малопьющие, хотя кто их знает. Там, когда попадаешь в Тыву, там пить начинают все абсолютно, да. Так вот, Шойгу запел новую песню о главном. Говорит, сейчас, говорит, построим новые комплексы ПВО. У Хохлов, говорит, ракет не осталось, мы их сейчас, говорит, будем дамбить. Дамбить, построим, значит, комплекс С-500. Ну, он лично Шойгу, видимо, возьмет паяльник, киянку и будет клепать комплекс С-500, да. Очень страшный, из которого они будут плеваться ракетами, я так понял, прямо по Киеву. И, знаете, очень многих это задело, говорят, боже, все, Шойгу изобретет новую ракету. Как, знаете, помните, в 44-м году гений фюрера изобретал новую вандервафлю, помните, да. Вот это же то же самое, да. Новый, ну, правда, Шойгу не фюрер, он под фюрером ходит. Фюрер, это же все-таки фюрер, он пляшивый, он в бункере сидит. А Шойгу, он полубункерный, тот бункерный, тот покер, а этот полупокер, да, ну, вот как-то так, это, ну, кто в курсе, да, кто в материале. Вот, и Шойгу всем рассказал, что он, значит, завтра Украину закидает новыми ракетами, которые построят при помощи молотка и зубила абсолютно лично, да. И все, конечно, испугались, говорят, елки-палки, все, хана. Сам Шойгу сказал, наверное, будет страшное дело. Давайте разберемся, будет ли страшное дело. Ну, во-первых, строить это все России нечего. Хочу напомнить, что сейчас вот у них выбивали комплексов С-400, причем там штучно выбивалось, значит, чтобы вы понимали, что для уничтожения того же самого комплекса С-400, последний раз, причем это комплекс, это не пусковые, в этом самом, скажите, в Запорожской области тоже уничтожили, кстати, комплекс. И еще один, я сейчас веду речь о Джанкое, там было использовано 6 ракет Атакамс, 6 ракет Атакамс, ни одна из которых не была сбита. Все 6 прилетели, комплекс ПВО С-400 стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов тупо перестал существовать. Вот, строится он год, такой комплекс, так что, да, пойди построю новый, как раз 25-му году, в 25-м году будет ли Россия, никто не знает. Вот, то есть, да, а С-500 его еще никто не видел вживую, значит, но говорят, он очень страшный и чем-то похож на Шойгу, ну или на Путина, это уж такое дело. Да, так вот, для того, чтобы уничтожить один комплекс С-400, Украине понадобилось 7, ой, извините меня, 6 Атакамс. Сейчас американцы передают нам Атакамсы. И понимаешь, что, кстати, а второй С-400 был вот уничтожен, я же договорю, в Запорожской области, они эти же ослоухи, значит, догадались его поставить ближе 70 км к линии фронта, с тем, чтобы он там все прикрывал-накрывал, ну, прикрыл-накрыл, дядя Хаймарс узнал, как говорится, беспилотник навел, от этого комплекса остались рожки-доножки, это второй за неделю, да, так, чтобы вы понимали уровень потерь. И после этого Шойгу начинает петь песни о главном. Значит, получается, что, а почему он запел? Потому что мы сейчас получаем Атакамсы, и, судя по всему, этих Атакамсов будет много. И в отличие от тех Атакамсов, которые мы получали раньше, это были кассетные Атакамсы дальности 140 км, великолепная вещь, ну, они, ну, в принципе, кстати, да, великолепны для уничтожения вот таких комплексов С-300, С-400, Панцир-С, просто великолепно, идеально подходит. Тор, Бух, все это замечательно. Вот, есть еще другие, масса других, для пробития бункеров, для уничтожения живой силы, техники, как хотите, да, осколочно-фугасные, уничтожение мостов, внимание, еще раз повторяю, уничтожение мостов, да, повторяю, вот, вот такие вот комплексы мы сейчас, Атакамсы мы сейчас получаем, и, значит, вам встает вопрос, а насколько российские вот эти комплексы ПВО в состоянии сбить вот те самые Атакамсы, которые, вот, будем говорить, дай бог здоровья, с конца этой недели будет получать Украина? Я вам скажу, вообще, нисколько, никакие комплексы ПВО российского Атакамсы не сбивали. Точно так же, как, кстати, они не сбивают те же самые, скажите мне, не Патриоты, а Хаймерсы. Тоже практически не сбивают, практически ничего. И вот тут у них наступает очень большая грусть, потому что, если раньше они могли ставить те же самые С-400 в том же самом Крыму, зная, что вот у нас есть, допустим, расстояние 140 километров, значит, ну, ты же, опять-таки, не подтянешь пусковой Атакамс прямо на фронт, значит, где-то она там хотя бы в 10 километрах будет ли к линии фронта, это как минимум. Значит, соответственно, где-то километров, наверное, 125 от линии фронта, значит, дальше 125 километров мы уже не достанем. И тут они спокойно ставят свои С-300, С-400 комплексы, не боясь, что мы их, ну, разнесем, по крайней мере, вот такими ракетами. Да, можем разнести, разносили теми же Нептунами, Storm Shadow, да, но там они что-то могут сбить. А Атакамсы они вообще не сбивают, и они об этом прекрасно знают, да. И тут мы получаем сейчас Атакамсы на, там разные модели, ну, что ли по всему, получим разные. 220 километров, 280 километров, 300, барабанная дробь, да, 300 километров, то есть достаем до Керчи. Угу, угу, то есть в Крыму, как только мы получим вот это все, в Крыму будет уничтожено все, я имею в виду все комплексы ПВО, которые на сегодняшний день расисты разместили в Крыму, будут уничтожены. Все, до одного. Куда пойдет крымский хвост? Куда же, за крейсером Москва. Без вариантов, потому что сбивать Атакамсы нечем, тупо нечем. Сколько запустим, столько и прилетит. Не, они, конечно, этот самый, Какашенков расскажет, что он все эти Атакамсы победил, это железно, да. Он их скажет, что мы их еще разбомбили на территории Польши, пока они думали их доставить. Какашенков лично руководил операцией, прямо, да, с беспилотника. Вот, ну, ну, верьте этому самому, верьте Какашенкову. Я предлагаю все-таки верить Атакамсам. Так вот, друзья мои, это все сейчас тот же Какашенков, тот же Шойгу. Они все это несут, скорее, не для, не для тех людей, у которых есть мозг, а для своих вот этих ватных избирателей, это раз. Ну, и для Путина рассказывать по хану, что мы тут все прикроем, не волнуйся, не волнуйся, Вован, сиди спокойно в бункере. Твои рабы подохнут не просто так. Так вот, друзья мои, квинтэссенция этого всего дела. Это все треп, пустой треп, за которым последует очень такое, знаете, горькое утро. Когда в один прекрасный день будет, вот как в 70-километровой зоне, при помощи Хаймарсов разносили абсолютно все, что они там ставили, да. Так теперь, и они сразу, видите, они оттянули тылы за зону попадания Хаймарса. На Атакамса они так сильно внимания не обращали, нам их тогда передали, всего 20 штук, сами понимаете, это было ни о чем. Тогда был, кстати, договор, я так понимаю, определенного рода, что если американцы не дают нам Атакамса, соответственно, иранцы и северокорейцы не посылают ракеты. Сейчас иранцы и северокорейцы посылают все. Ах, все, извините, извините, да, тогда все, все значит все. Да, поэтому будет много Атакамсов. И смотрите, Рашисты раньше свою оттягивали логистику, получается, на 70 километров расстояние удара Хаймарса. Теперь им надо куда оттягивать? За Азовское море? Ну да, как-то так. Так что для Рашистов начинаются очень веселые дни. И Кокашенков регулярно будет одевать кокошник и рассказывать о больших успехах. Ну а мы что? Мы раздолбаем пока что все их комплексы С-400 и снесем крымский хвост. Все будет Украина.